Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус, и сегодня я вам расскажу про 10 парфюмов для офиса, чтобы не пахнуть канцелярской крысой и одновременно не вызывать отторжения или не навлечь гнев начальства. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть замечательный, уникальный, неповторимый, одноименный телеграм-канал Фрагрантиус, который в последнее время очень ожил, благодаря чату много людей интересных, живое общение, поэтому приходите, осматривайтесь, если понравится, подписывайтесь. Итак, поводом для сегодняшнего обзора стал такой вот импульс, а точнее давно у меня уже эта мысль назревала, что носить на работу на повседнев, в офис. Мы, конечно, будучи людьми парфювлеченными, зачастую многое себе можем позволить, но не всегда это уместно в офисе, в больших коллективах, при большом скоплении народу, при работе, допустим, с клиентами, с людьми. И, конечно, вот в этой сфере очень много нюансов. И тут, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны, хочется пахнуть красиво, оригинально, не выглядеть какой-то серой мышью или канцелярской крысой, книжным червем, таким безликим нечто, каким-то офисным планктоном, в худшем смысле этого слова. С другой стороны, всегда есть, ну не то что страх, а опасность переборщить, навлечь гнев руководства, выглядеть слишком ярко, привлекать к себе излишнее внимание. Там буквально, когда начальник мимо прошел, ух ты, от него-то вентусом пахнет. Василий у нас непосредством живет, запишем квартальную премию не три оклада, а полтора. Нефиг, зажрался, посмотри-ка на него. Или, допустим, приехали к вам на переговоры, пришли клиенты по части обсудить заключение договора важного. И вроде вот все прошло нормально, поговорили, все да-да, замечательно, руки пожали, все работаем, все. Но ничего не получилось. И вы недоумеваете, а почему же? А в это время клиент, который только что выходит из вашего офиса, он про себя так прокручивает, что-то от него какими-то вот странными веществами попахивает. Наверняка какой-то ненадежный человек. Всего лишь причиной был Блэк Афгана. Не хочу я с этим человеком. Ну, бывает даже люди это не проговаривают и не осмысливают, а какое-то идет отторжение такое на бессознательном уровне. Тоже виной часто бывают запахи. А бывает так, что опять вот встретились с клиентами, давайте вот заключим договорчик, у нас цены хорошие, у нас тарифы классные, давайте вот сегодня вечерком в саунду сгоняем, обсудим там, попаримся, не спеша все дело это обговорим, а потом раз и пахнет от мужчины горьким персиком Томофорда. И человек, который хотел это предложить, он такой про себя думает, не, не поеду я с этим горьким персиком в сауну, мало ли что, не хочу. И все. То есть примеров таких можно приводить массу. То есть критерии, которыми я руководствовался при выборе парфюмов для данной подборки, чтобы было первое носибельно, второе не слишком шокировало, чтобы это было социально приемлемо, не отпугивало, не отвращало. И в то же время пахло оригинально, красиво и не избито. Парфюмы, конечно, подбирал тоже такие. Мне вот абсолютно не хочется там в 1500 раз рассказывать, переливать из Авентуса в Цедрат Байзе и из Аквадепарма. Ну то есть вот все вот это, о чем парфблогеры говорят из обзора в обзор, потому что это популярно, это смотрибельно и получается такой замкнутый круг. Все время одно и то же. Вот все уперлось рогом в Авентус и в Монсеру, Цедрат Байзе. Буа. Ничего больше другого нет, но другое есть. И вот об этом другом я вам сегодня расскажу. Сразу опять же дисклеймер, предупреждение. Это не будет топ, это не топ 10. Я вообще много раз говорил об этом и еще раз скажу, что топ это по сути проявление несвободы. Мы себя загоняем в какие-то рамки. Вот это вот топ 1, а вот это топ 2, а вот это топ 10. Все парфюмы одинаковые. В смысле все разные наоборот. У каждого свои сильные стороны, слабые стороны. Не может быть что-то вот лучше, что-то хуже. Они все красивые. И в любой день может один быть топ 1, а в другой день он будет топ 10. То есть не топ, просто подборка. То, что я считаю пригодным для офиса. Итак, опять беру наугад. Первый вот у меня под рукой стоит Карнер Барселона Д-600. Несмотря на такое довольно-таки странное название, как робот какой-нибудь из Звездных войн Р2, Д2, или там что-то такое техногенное, какой-нибудь Б-683, комета, что-то минеральное, бездушное, молекулярное. Но нет, это всего лишь там, я не помню, то ли квартал, то ли район в Барселоне. Но парфюм абсолютно натуральный. То есть это вот классическая парфюмерная школа. Абсолютно красивый парфюм с натуральным природным звучанием. И для меня это прям что-то такое вот супер носибельное, как парфюм на каждый день, с абсолютно таким нишевым, роскошным звучанием. И основная фишка этого парфюма, что он практически заменил в моей коллекции вот тот самый Dior Homme, который сейчас Intense, вот эта вот женская косметичка. И тут ощущение, что сразу вот подружили Dior Homme, вот этот классический, и какой-нибудь V-Tiver, ну например там Terdermes, да, возьмем. Вот смесь Terdermes и Dior Homme. И получился такой очень красивый и стильный симбиоз. И то, что мне не нравится, например, вот в классическом Dior Homme, излишняя его пудровость, такая вот буржуазность, какой-то декаданс, вот это та самая оперная дива с густо накрашенным помадой ртом. Здесь вот эту вот буржуазность, вот этот декаданс, вот эту женскую косметичку, ирисовую пудровость, ее очень хорошо оттенил брутальный и злой ветивер. И в итоге получилась такая красивая дихотомия. Он в меру мужской, брутальный, в меру буржуазный, в меру декаданский такой. Вот есть тут и ирисовая, вот эта пыльность благородная, и неяркая какая-то цитрусовость, и древесная база, и ветивер. То есть абсолютный такой парфюм на каждый день. Звучит спокойно, звучит нерезко, очень так породисто, буржуазно и красиво. Просто идеальный вариант на каждый день, я считаю. Второй, опять беру наугад, Монсера Винт Вуд. Вот это тоже, если можно выразиться, некий такой Swiss Army Knife, швейцарский ножик, то есть парфюм на каждый день. Если в двух словах про что это, это парфюм про кожу и фиалку. Негрубую, не брутальную кожу, фиалка, древесина. Ну, так вот, если прям совсем схематично, фиалка, фиалковая. И для меня это такая осовремененная, и в хорошем смысле слово причесанное, и слово прилизанное здесь, наверное, будет лишним. То есть это современный такой, модерновый и носибельный Диор Фаренгейт. Вот та самая вот эта вот фиалка, но без вот этого вот ретро такого колорита, уже нишевого. Потому что, как ни крути, но по современным меркам классический Диор Фаренгейт, это прям такая лютейшая ниша. И я будучи даже уже человеком далеко не молодым, и человеком, который в свое время сносил этого Диора, ну, флаконов 5, а то и 10 точно, но вот сегодня, в 2023 году, я не хочу носить Диор Фаренгейт, и тем более на повседневку. То есть это аромат тяжелый, это аромат, который однозначно будет вас выделять, и не в лучшую сторону. То есть на вас будут обращать внимание повышенное, но не как на что-то такое приятное. То есть это просто вот, что называется, такая вот палочка гаишника, черно-белая, да, вот стоять Диор Фаренгейт. В данном случае здесь все такое скругленное, смягченное, но в то же время парфюм этот не назовешь каким-то таким простым и примитивным. Он на самом деле очень сложный, богат нюансами, красками, но вот все это здесь сделано очень красиво, нерезко, и ключевое слово носибельно. И даже вот фанаты и любители Марка Бакстона, которые тоже любят вот эту вот лесную фиалковую тему, того же лобстера, вот это в то же время может быть как более такая носибельная версия лобстера на каждый день. Я имею в виду Most Entrabit, вот этот бренд лобстеров, тема это фиалки, дремучего леса, но если вот в случае с Бакстоном и с лобстером там прям все такое уже на уровне вот сонная лощина и эстетика вот это Тима Бартона, да, что-то такой вот мистический лес, темный, страшный, такой смурной, то здесь все гораздо легче, светлее, но настроение примерно такое же, то есть лес, фиалочка, такая вот кожа не брутальная, очень красивый и стильный, и носибельный аромат на каждый день. Под костюм просто песня. Следующий в нашем обзоре это Бодежур Том Форд, тоже уже классика, и парфюм этот по сути является клоном еще одного парфюма классического, который называется Давида Взина. Это по сути вот Давида Взина, собранный из современного сырья и современных компонентов. Но почему я выбрал именно Том Форд Бодежур, потому что он более такой современный, современность, это она выражается в том, что он более мощный, более такой резкий, атакующий, то есть вполне соответствует духу времени. Если Давида Взина, он больше такой классический, на расслабоне, мягкий, плавный, буржуазный, хотя многим понравится именно вот то звучание, без вот этих вот нот хай-тека, какого-то вот новых, привкуса новых технологий. Но в целом и в общем, все равно эти парфюмы, они на 95, наверное, процентов, это по сути одно и то же. Это классический лавандовый фужер, вот эта лаванда абсолютно узнаваемая, абсолютно французская, такая тоже буржуазная, красивая, деревяшечки, мшистость некоторая в базе. Вот в Бодежур этой мшистости в базе даже побольше. Он такой даже колючий и местами даже злой. Старт у него аж прям вообще такой, аж отвертеляющий и поможет даже показаться химозным. Но это не химозность, это всего лишь такая мощнейшая концентрация. И, конечно, в глубокой базе он, несомненно, хорош. И это прям вот можно сказать, что это мужская классика на все времена, так же, как, собственно, и Давида Взина. Но, повторюсь, кто не любит такого вот резкого звучания и для кого вот стойкость и шлейф Бодежур избыточны, вполне можно взять и Давида Взина. Вот последняя версия новодела, она тоже вполне носибельна. И по техническим параметрам она, конечно, не такая монструозная, как Бодежур, но тоже вполне себе стойкий и шлейфовый парфюм. Ну и, конечно, цена, для кого это имеет принципиальное значение. Но по техническим параметрам, повторюсь, Бодежур, конечно, получше. Это можно отнести его даже смело к категории несмываемых. Ну и плюс у него еще из особенностей некоторая такая сладость есть. Вот сладковатые какие-то моменты в нем присутствуют, чего нет в Давидов Взина. Но это можно почувствовать только при прямом сравнении. Так, если вот вслепую, даже эксперты, я думаю, вряд ли отличат в шлейфе Давида Взина и Бодежур. Ну, поэтому решайте сами, Бодежур или Давида Взина. Следующий в нашем обзоре это парфюм от бренда Estuars de Parfums, который называется Ambre 114. Вот обычно, когда речь заходит об этом бренде, самый такой распиаренный и растиражированный блогерами парфюм это 1740 Marquis de Sade. Есть еще Jules Verne. Но про этот парфюм вообще практически ничего нету на Ютубе и абсолютно зря, потому что это тоже классика. Парфюм уже не новый, он, по-моему, в 2001 году сделан. И это прям очень серьезная заявка. Парфюм с абсолютно таким шикарным, классическим, красивым звучанием. Это не лавандовый фужер, как Бодежур. В нем нету такой вот барбершопной парикмахерской резкости. Он гораздо более мягкий, он гораздо более такой плавный и респектабельный. То есть, в нем нету такого очевидного ретро-колорита, какой есть в Бодежур или в Давида Взина, потому что я знаю, что многие не переносят лаванду, не переносят вот это вот старое барбершопное звучание. Говорят, что пахнет бабками, пахнет какими-то сундуками, старыми чердаками. В данном случае вот такого вот классического звучания лавандового фужера здесь нету. И вообще, вот этот парфюм, он, как вот говорят англоязычные блогеры или вообще англичане, defies categorization. То есть, он выпадает из классификации. Вроде как амбре 114, это должна быть амбра. И на фрагрантике его сравнивают, например, с лютанцем амбре султан или даже с курджаном Гранд Суар. Но это не амбровый парфюм. Вернее, он и амбровый тоже. Но на самом деле здесь такой вот прям целый микс. Во-первых, он, с одной стороны, и восточный древесно-пряный, и тут шикарный мускатный орех, как и в, например, в Жюли Верни. Просто невероятно красивые пряности, не восточный базар, нет вот этого вот здесь взрыва пряностей, и вот это вот ощущение, как будто сунул нос в перечницу. Абсолютно такой аристократичный, красивый мускатный орех, винтажный блок, что-то и герань, и может быть даже гвоздика, и почули. И его также можно, мне хочется назвать фужером, потому что вот эти вот моменты типа герани, типа некой такой мшистости, они тоже его вот от древесно-пряных уводят в сторону фужеров. И, конечно же, он и амбровый тоже, и вот в базе появляется шикарная амбра, бобы тонко, некоторая такая сладость, амбровая, вот эта вот телесность, невероятно сложный и красивый парфюм, и это вот прям действительно как история парфюмерии во флаконе, невероятно сложный, многогранный парфюм, и в то же время с мягким таким и безупречно классическим звучанием французским. Тут можно воспринимать его как такую, повторюсь, толстую такую книгу интересную, которую читать, не перечитать, в каждую единицу времени выдает какие-то новые нюансы, какие-то новые обертона, оттенки, и в то же время абсолютно носибельно, и не назовешь это какой-то вот прям нишей, нишевой, как, например, тот же Marquis de Sade, 1740, который бы никогда бы в жизни не стал носить на работу как парфюм на каждый день, просто потому, что это уже такая откровенная ниша, прям откровенная ниша, в этом плане вот эта штука, она очень носибельная, и так можно сказать социально приемлемая, то есть вот ощущение, что это какая-то ниша для знатоков, что-то такое вот под вывертом, да под выпендром, вот нету такого, классика, красивая классика, абсолютно такое спокойное, очень богатое на нюансы звучание, следующий в нашем обзоре это DS Endurgo Cowboy Grass, ковбойская трава, обожаю этот бренд, и основная фишка, основное отличие этого бренда, то, что бренд американский, парфюмер, американец, вырос, родился, выучился в Америке, что немаловажно, потому что как правило все вот не французские парфюмеры, они как правило проходят через вот эту вот французскую школу парфюмерную ИСИПК, или как она там называется правильно, и по сути в итоге мы получаем французских парфюмеров, будь там Колумбийц, Хорхели, будь там какой-нибудь Словак или кто он по национальности Бруно Иванович, они все французские парфюмеры, в данном случае французская парфюмерия не пахнет, и это парфюм вот с невероятным характером, и парфюм абсолютно нетривиальный, то есть это не похоже на классические французские там шипры или фужеры, это свое кино, и название Ковбойская трава, оно во многом оправдано, это действительно пахнет травой, и в пирамиде заявлены там мускатный шалфей, ветивер, но все-таки вот по моим ощущениям это наверное самое вот удачное из всех, которые я когда-либо пробовал, реализация в парфюмерии полыни, и даже такие вот скажем так хиты уже да неоспоримые на тему полыни, например, вот приводят в качестве такого эталона амуаж мемуар все-таки когда вот я попробовал впервые Ковбой Грасс, я понял, что в принципе амуаж с его якобы полынью мемуар, он в принципе даже рядом не стоял, и вот ощущения полыни в нем по сути ее там и нету, особенно в сравнении тут действительно ощущение полное какое-то вот растертой, размятой в руках полыни и разных других трав тут и мускатный шалфей и чабрец вот травы не аптечные не тяжелые нет какой-то вот ощущение какой-то тяжелой аптечной настойки какое есть например в старых особенно винтажах парфюмерных всех вот этих вот пару хаосов например вот Лёва Пуром да или вот если из современных Луи Витон Иммажинейшн то есть вот такого ощущения некоторой такой аптечности когда вот эти травы уже так слегка так замочили подубили и настояли на чем-то там на спирту или на воде не знаю на чем то есть это вот ощущение конкретного такого свежего чего-то вот свежей травы не пропущенной через все вот эти пародистилляторы или через что-то мы ее пропускают есть ноты мускатного шалфея тоже прекрасные вот которые делают парфюм основное вот раскрытие парфюма вернее не раскрытие а старт например в грей ветивер да вот там старт и середочка сердце это все-таки мускатный шалфей у него такое очень прозрачное чистое и свежее звучание вот тут тоже мускатный шалфей чабрец полынь и это прям очень нетривиальный парфюм вот тоже парфюм imaginar он свежий без цитрусов то есть вот привычных цитрусов цитрусов свежиков он не входит вот в это направление цитрусов свежиков но вまで очень свежий и очень нетривиальный И звучание абсолютно натуральное. И один еще такой вот аргумент в пользу хейтеров ниши, что особенно у любителей люкса принято хейтить нишу, что это обязательно что-то там связано с какими-то там дымящимися помойками или кострищами или какими-то потными бомжами. Вот это пример ниши, которая абсолютно социально, социально приемлемой ниши, мейнстримовой ниши, носибельной ниши на каждый день, но которая при этом пахнет абсолютно нетривиально и неизбито. Вот во французской парфюмерии, ну я не знаю, может быть моих познаний в этом недостаточно, моего опыта, но по крайней мере я вот чего-то такого вот свежего, натурального, живого и в то же время носибельного, красивого пока что во французской парфюмерии не встречал. И даже вот эта вот линейка каннабис, да, Боис 1920, итальянский бренд, и я имею в виду и салата каннабис, и фрутата, и основной парфюм каннабис, она по сравнению с этой вот штучкой звучит неносибельно, то есть не парфюмы на каждый день. Вот не стал бы ходить в каннабис, что фрутата, что салата, что у меня все они три есть, ну не хожу я в них, вот если предстоят важные какие-то встречи, переговоры по работе, не ношу я вот эти парфюмы, и даже дело не в аромате конопли, а просто у них такое подчеркнуто нишевое звучание. Вот в этом плане это прям такая рабочая лошадка, и парфюм на каждый день может просто быть идеальным. То есть никаких острых углов, никаких таких сомнительных провокационных моментов. Замечательная штука, люблю. В следующем нашем обзоре еще один представитель классической школы, вот этих вот классических лавандовых фужеров, это Жак Золти, Жак Золти. Вот вы знаете, не очень складываются у меня отношения с брендом Жак Золти, у них очень много слабеньких, таких спорных и откровенно никакущих парфюмов, но вот этот парфюм, первый Жак Золти, Жак Золти, я считаю и настаиваю, что это шедевр. И они примерно одного и того же направления, что и Бодежур, что и, соответственно, Давидов Зина, то есть это такой классический лавандовый фужер. Но он мне нравится гораздо больше, чем и Давидов Зина, и Бодежур. Это более носибельная штука, в нем нет так много лаванды, он звучит мягче, в нем нет такой вот мшистой колючей базы, как есть, например, в Бодежур, да? Он откровенно так не жестит, и в нем есть еще некоторая такая сладковатая минеральность и соленость, что придает какую-то такую акватическую фишечку, окрас какой-то акватики или минеральности. У него не очень мне нравится старт, он на старте так слегка даже кислит, и что-то такое непонятное. Но вот волшебство начинается примерно где-то через полчаса, через часик после нанесения, а в базе это вообще шедевр. И он достаточно парфюм не громкий, но тоже очень стойкий, и мне вот очень нравится, особенно когда он о себе напоминает в середине рабочего дня, когда ты уже там, допустим, сходил на обед, чуть подвигался, чуть вспотел, и вот эти вот сполохи такие вот этой лавандовой солености и минеральности, абсолютно уникальная и красивая штука. Исконно такой мужской классический парфюм, тоже идеально под костюм, под классический лук, да, и в принципе под кэжуал тоже. Люблю, очень люблю. Красивейший парфюм, поэтому рекомендую ознакомиться. И да, он не такой распиаренный тоже, как Боды Жур, но я считаю, абсолютно не заслуженно. Следующий в нашем обзоре, это турки Нишан Улун Ча, Чай Улун. Есть у меня тоже отдельный обзор на этот парфюм, с ним не все так гладко, и я в отдельном обзоре уже говорил про него, что мне не нравится у него старт. На старте он напоминает такой заурядный цитрусовый свежак, как бы сказал Артемий Лебедев. Ну, цитрусовый свежак и цитрусовый свежак. И современный цитрусовый свежак. Здесь очень много мускуса, прям невероятно много. И он на старте даже чем-то перекликается с такой мощной тоже и очень сильно распиаренной штукой Сержавторина 21. Ну, там цитрусы с мятой, а здесь цитрусы с чаем. И мне не очень, повторюсь, нравится старт. И на старте даже есть некоторое ощущение такого шампуня или дорогого мыла чайного, да? И во многом тоже благодаря мускуса. Но где-то спустя час после нанесения этот парфюм садится невероятной базой. Конечно, это не похоже на чай Улун. Я просто объездил Китай в свое время вдоль и поперек. Достаточно глубоко погружен в тему чая. Естественно, никаким чаем Улуном здесь не пахнет. И здесь вот та самая молекула чая, которая известна в парфюмерии еще со времен парфюма Green Tea, зеленый чай, который делал молодой, тогда еще и никому неизвестный, Франсис Курджан для парфюмерного бренда Элизабет Арден. Вот это та самая молекула, но подкачанная, так раскачанная и разогнанная до космических скоростей с учетом современных технологий. Плюс есть еще здесь некоторая такая зеленоватая терпкость или терпкая зеленость, которую в современной парфюмерии принято называть инжиром. Но это тоже весьма условно, потому что натуральный инжир так не пахнет. Но вместе с тем вот в базе этот парфюм для меня чистейший дзен, такой китайский просто. Хочется петь китайскую оперу, греметь в эти все китайские погремушки и сразу вспоминается вот этот вот китайский ролик ваше хуйняо. Ну, я, конечно, шучу, но действительно у него очень медитативная и красивая вот эта чайно-зеленая база. Конечно, вот этот вот китайский восточный колорит и каким-то удивительным образом этот парфюм, он действует абсолютно позитивно и так жизнеутверждающий. Как, впрочем, и китайцы сами, и китайская философия у китайцев не принято никогда ныть, жаловаться на жизни. Я прям переношусь в Китай, он очень синеэстетичен. И, конечно, вот эта вот чайно-терпко-зеленая база, она вечная. Вот этот парфюм, он длится, вот с некоторыми парфюмами Нишана, это стойкость и шлейф, такие злые, абсолютно запредельные. Они сыграли злую шутку, сделав их абсолютно неносибельными, такими грубыми и невыносимыми. Я имею в виду, вот опять же, в первую очередь, хиты Ани, Нишаны Ани, Сесиль Заракян, Хаджи Ват, Фан Йо Флеймс. Не люблю я эти парфюмы, именно по той причине, что они термоядерные. Вот в данном случае, вот эта термоядерность, она переходит в чай. Но чай, как известно, каким бы он стойким и злым ни был, он всегда остается чаем, зеленым терпким чаем. И вот этот вот зеленый терпкий чай, он, конечно, очень красив здесь. И, повторюсь, парфюм этот обладает некоторым таким успокаивающим и добрым таким жизнеутверждающим звучанием, что, несомненно, может скрасить хорошо офисные будни, поднять настроение. Некий такой аплифтер, афродизиак и вообще красивая штука. И при этом он никого никогда в жизни не напряжет. И я еще не встречал людей, которые бы фукали на чай у лун. Наоборот, всем нравится, все подходят, интересуются, что же это такое интересное и красивое. Вот. Следующий парфюм из нашего обзора, недавно я делал на него обзор, это отдельный, это бренд Art de Parfum, французский парфюм, называется Le Joker. Вот тут вообще интересная вещь, потому что это, по сути, продолжение темы ныне снятого Tom Ford Ut Mineral. Но буквально вот недавно на днях прочитал инфу, что все-таки Tom Ford опять этот Ut Mineral запустит. Но, во-первых, он стоил всегда каких-то запредельных денег, там чуть ли не под 30 тысяч за флакон. Во-вторых, все-таки те, кто носили Ut Mineral, те знают, что парфюм абсолютно нишевый. И лично я никогда бы в жизни не стал носить Ut Mineral в офис, потому что он тяжелый, сложный и абсолютно нишевый. И вот это звучание таких тяжелых соленых минералов, тяжелых таких брутальных деревяшек, некоторая такая водоросливость и все это прям я в отдельном обзоре на Ut Mineral говорил, что в какой-то момент мне кажется, что я лежу в каком-то дубовом гробу на берегу какого-то бушующего моря, придавленный массивной мраморной плитой. Вот такие тяжелые ассоциации вызывает Ut Mineral Том Фордовский. Действительно красивый, нишевый, но непростой парфюм. Не на каждый день. Вот в данном случае это все можно сказать, если в двух словах, Ut Mineral на минималках. У него достаточно такой пряный перечный старт, розового перца мало. У него достаточно такой пряный перечный старт, на старте это прям такой вот розовый перчик, который пощипывает ноздри так изрядно, но он не тяжелый, не кухонный, не гурманский, не восточный, как допустим Мамуаш Фейтмен или там Эрве Гамс Инфьюжн Нуар. Это больше похоже на вот последний Серж Лютанс Пуэйвренуар, черный перец, такой вот перец, у которого на эквалайзере срезали все низкие частоты, не тяжелый. И дальше вот этот перчик, он переходит вот в этот самый неповторимый древесно-минеральный аккорд и как бы сказал Дональд Трамп этот Лет Джокер сделал Ут Минераль Great Again то есть он действительно очень похож ну вот как на коробке у Art De Parfum написано French Sophistication то есть французская утонченность и вот ключевое слово утонченность это действительно такой легкий воспаривший над землей ут-минераль который не прибегает не пригибает к земле не нагибает не придавливает вот этой вот мраморной плитой вот этим вот деревянным гробиком здесь все гораздо легче носибельнее воздушнее и это конечно абсолютно носибельная вещь как парфюм на каждый день в офисе будете невероятно стильно смотреться и у меня почему-то вот этот парфюм ассоциируется с Зенья Эрмия Джильда Зенья с их вот мужской одеждой костюмы рубашки с их парфюмерной линейкой делал я обзор вот Зенья 3X я не знаю почему они выбрали такое название с порнографией у меня Зенья никогда не ассоциировался имея ввиду вот эти вещи вердигрис чаркол еще там что-то было куприум по-моему то есть вот эти минеральные подчеркнутые минеральные такие безжизненные парфюмы в этом плане это та же самая эстетика что-то такое минеральное холодное вот Кристиан Бэйл из первой части фильма Эквилибриум американский психопат то есть это абсолютный такой холодный офисный такой брутал без эмоций без каких-либо проявлений чего-то такого человеческого то есть абсолютно бизнес парфюм под Зенья под костюмы под Бриони под вообще под классику это будет просто идеальное завершение образа люблю полюбил горячо сразу же этот парфюм как только попробовал офлаконил замечательная штука и самое главное ни на что не похожее то есть это никак не назовешь каким-то парфюмерным мейнстримом чем-то избитым или задержанным абсолютно уникальный профиль который до сих пор так и не стал чем-то таким общепринятым и я даже вот в чате по моей рекомендации парень один взял этот парфюм я понял что он поначалу его даже так он его просто испугал и вызвал непонимание но просто поносите разносите поживите с этим парфюмом хотя бы месяц и я думаю вы поймете что на Авентусах и на Цедра Дуа свет клином не сошелся и такие вот шикарные вещи их просто нельзя мимо себя пропускать это действительно стиль и красота и следующий в нашем обзоре манталь сейчас наверное некоторые вздрогнут ну вот придумал манталь да в офис да это ж только ноздри выжигать да эти все говноуды да вся эта медицина да весь этот грязный мантальевский мускус да все эти вынос мозга и химозина и мускусяка и всех чертей понавешали на этого манталя но на самом деле я не побоюсь этого слова и без лишней скромности скажу что это самый носибельный и самый универсальный мужской манталь из категории и в пир и в мир хоть куда то есть это по своей сути абсолютно не ниша я имею ввиду в плане носибельности то что ну я имею ввиду ниша как нечто такое не носибельное не на каждый день вот это универсальный солдат это не побоюсь этого слова одно из лучших воплощений черного перца в парфюмерии причем перец здесь разыгран как по нотам я имею ввиду не просто черный перец да как опять же допустим тот же амуаж пейтмен как какие-то тяжелые вещи типа мансера гиндукуш а шикарная дихотомия между свежими сочными яркими цитрусами бергамот и черный перец розовый перчик деревяшки и мускус именно вот мускуса здесь ровно столько сколько нужно и ни грамма больше и конечно вот те кто травит байки про какой страшный грязный мантальевский мускус вы просто попробуйте эту штуку это гораздо круче например чем вот эта вот первая эксцентричная молекула гезышона тоже с перцем из-за ее супер и ну вы понимаете да какое это звучание то есть цитрусовый свежачок с острой перчинкой в меру мускуса в меру деревяшек абсолютно золотое такое сечение вот и нашим и вашим и на каждый день и в то же время вот я не припоминаю такого вот парфюма с такими техническими параметрами технические параметры здесь убойнейшие буквально двух нанесений и пахнуть будете весь день и пахнуть красиво он не орет но он отчетливо слышен в течение всего дня просто невероятно красивый парфюм и я повторюсь это один из самых вообще носибельных манталий и абсолютно он не нишевый в том смысле что он ну не назовешь это каким-нибудь там чудом удом или чем-то таким вот странным или непонятным абсолютно такой самый настоящий мужской мейнстрим классика живая классика вот помяните мое слово вот снимут его когда с производства будет стоить по 50 тысяч за флакон будете покупать у перекупов и будете радоваться что вот как я всего лишь за 50 тысяч купил невероятно крутая штука ну и последний в нашем сегодняшнем обзоре святой ветивер Saint ветивер от DS Endurga буквально вот на днях делал на него обзор и это яркий пример того что ветивер может быть другим обычно когда речь заходит о ветивере мы сразу вспоминаем Anker Noir чернильницу лаликовскую мы вспоминаем сразу Terre d'Hermes и мы сразу вспоминаем Том Форд Грейвитивер но ни на один из этих ветиверов он не похож и конечно вот Ван Корнуар в чернильнице в офис лично я бы ходить не стал Terre d'Hermes меня уже просто уже за год и просто достал сил нет Том Форд Грейвитивер тоже он уже поднадоел а вот эта штука это абсолютно уникальная вещь на тему ветивера и как сам парфюмер Дэвид Сетт Молтс определил его это классическим карибским мужским одеколоном на тему моря на тему акватики и у него абсолютно нетривиальная пирамида которую вы точно не встретите и ветивер здесь подан в таком ключе в котором я ни у кого пока не слышал то есть абсолютно не французское у него звучание и он абсолютно не похож на вот эту ветиверовую классику и вместе с тем он абсолютно тоже носибельный это мужской одеколон во первых вот ключевое слово одеколон я имею ввиду вот эти вот легкие водицы на полчаса стойкости а именно одеколон который мощный колкий резкий освежающий бодрящий то чем наши отцы с утра обычно пользовались после бритья чтобы освежиться и чтобы сразу было понятно что батя зашел мужик зашел никаких горьких персиков никаких унисексов мужской одеколон вот это мужской одеколон свежий на старте цитрусы такие слегка подвяленные горькие похожие на бегорадию похожие на грибфрут но не сладкие как в тердермес или в ретвити вермонтальевском водоросли морские которые придают этому парфюму такой морской колорит отсылают к морской тематике такой вот старик и моря хемингуэй сидит на берегу моря с похмелья с ромовым перегаром про перегар я тоже говорю не просто так потому что в этом парфюме нота рома и отчетливо слышна алкогольность вот это вот бузинос как говорят англоязычные партблогеры он бузи с самого старта пьяный красивые ноты терпкого рома такого прям ну вот если из таких вот наиболее взять вот тот же бакарди белый ром вот что-то похожее здесь можно почувствовать на старте помимо цитрусов также есть изрядная доля перчинки розовый перец но к базе это ветивер с ромом характерной особенностью этого парфюма является то что он в отличие от многих ветиверов в отличие от той же чернильницы лавик Наталья Лорсон делала он не вгоняет в хтонь у него нету такого мрачноватого хтонического флера темный лес что-то такое темное страшное мрачная чернильница Шанель Сикамор ветивер здесь бодрый жизнеутверждающий такой колкий остренький мужской и звучит он так до самого конца вот этот острый ветивер красивый с легкой пьяностью ромовостью цитрусами невероятно стильная штука и абсолютно повторюсь оригинальная и абсолютно носибельная вот еще один аргумент в пользу нишевой парфюмерии не всегда ниша это повторюсь какие-то там дымящиеся помойки горящие костры и потные бомжи ниша может быть простой понятной и носибельной и вот в данном парфюме здесь все это есть и еще бы я все-таки сказал что это минимализм ветивер то есть ветивер здесь все-таки основной остальные ноты я имею ввиду уже в раскрытии остальные ноты они такие просто красивые штришки которые придают ему оригинальности и повторюсь нетипичность и уникальность этого ветивера что он абсолютно не мрачный он не вгоняет в какую-то тоску не хочется после него удавиться абсолютно такой веселый понятный простой минималистичный мужской ветивер абсолютно уникальная штука ну что дорогие друзья на этом все 10 парфюмов для офиса вы убедились да что можно запросто насобирать 10 парфюмов не прибегая уже к таким особенно заезженным и избитым парфюмам которые у каждого едва ли не в каждом обзоре упоминаются благодарю за внимание и до новых встреч всем пока Субтитры сделал DimaTorzok